В случае запрета на проведение операции в долларах, Россия заменит американскую валюту на евро или юань. Об этом заявил глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев. С начала очередной эскалации напряженности в Украине США грозят ввести жесткие экономические санкции в отношении России. О том, какое влияние на российскую экономику они могут оказать, в следующем сюжете. Точного списка санкций, которые могут быть введены в отношении России, пока нет. Однако в Вашингтоне заявили, что намерены применить беспрецедентно жесткие, более тяжелые, чем в 2014 году, меры, если ситуация в Украине обострится. Экспортные ограничения затронут оборонную и аэрокосмическую отрасли. В санкционном пакете может быть отмена проекта газопровода «Северный поток-2». При остановке участия России в международной финансовой платежной системе SWIFT российским банкам могут быть запрещены и долларовые расчеты. Тогда они не смогут работать на международном уровне. Вал этих последствий пойдет по цепочке сверху к низу. То есть сначала пострадают крупные игроки, государства, крупные компании, корпорации. И, соответственно, достаточно быстро все это скажется на обычных гражданах и людях. То есть они увидят, что вдруг невозможно импортировать в Россию какой-то товар, например, потому что банк не может провести платеж. Ущерба от санкций опасается не только российский бизнес, но и американские и европейские компании. К примеру, Германия требует, чтобы меры принуждения не затрагивали российский энергетический сектор. Ведь под угрозой окажутся поставки энергоносителей в Европу. Сегодня мировая экономика – это стеклянный дом. И, соответственно, если вы раскидываетесь в нем камнями, то в любом случае по вам это ударит в обратную. Потому что российские компании поставляют сырье. И, в общем-то, еще ряд товаров, без которых действительно где-то сложно представить сегодняшнюю мировую экономику или нормальную работу многих компаний. Международные партнеры начинают жаловаться на Россию в ВТО за то, что она якобы контрсанкциями ограничивает конкуренцию. Тогда вопрос, а что мешает нам пожаловаться в ВТО на то же ограничение конкуренции путем введения санкций. Уже только на ожиданиях обострения геополитического конфликта резко просел российский фондовый рынок более чем на 15% и упал курс рубля. Новые санкции нанесут ощутимый удар по российской экономике уже ослабленной двухлетней пандемии, а до этого западными санкциями 2014 года, говорят аналитики. По их оценке, меры привели к заметному оттоку капитала и инвестиций и снижению уровня ВВП России на 350 миллиардов долларов за 7 лет. Если мы говорим о 2014 году, то масштаб влияния порядка 5-7% на динамику ВВП, однако сейчас мы будем наблюдать гораздо меньший эффект. Последние 5 лет мы наблюдаем со стороны России деглобализацию. То есть, если раньше мы были проще интегрированы в международную экономику, то теперь мы стараемся диверсифицировать свои риски, хеджировать какие-то моменты. И поэтому, чем меньше мы зависим от международной экономики, тем меньше эффект будет от санкций. В США тем временем обсуждают возможность введения точечных санкций против отдельных политических персон и бизнесменов. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар 24.